В этом году нам показали невероятно крутые OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Смартфоны вышли отменными, но их цена оставляла желать лучшего. Да, это все еще дешевле, чем флагманские решения конкурентов, но все равно уж очень больно. И понятно почему, ведь первоначальная идея компании подразумевала выпуск доступных смартфонов, способных конкурировать с флагманами других компаний. Подробнее об этом вы можете узнать по всплывающей подсказке, посмотрев наше видео об эволюции смартфонов OnePlus. И вот в сети появились характеристики и ожидаемая цена смартфона OnePlus Z, доступного решения компании. Сейчас все подробно и по полочкам разложу. Вы на канале Копипаста, но перед началом небольшая реклама. Ребята из Cubot попросили рассказать о старте продаж их нового смартфона Cubot P40. В смартфоне установлен 6,2-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4200 мАч и, что редкость для бюджетных смартфонов, есть NFC-чип. А это значит, что оплачивать при помощи этого смартфона можно без каких-либо проблем. Цена смартфона очень демократичная и ее можно назвать даже очень доступной. Всего 89 баксов. Старт продаж смартфона начнется 6 июня. К тому же, ребята из Cubot проводят розыгрыш 10 смартфонов. Участие может принять абсолютно каждый из вас. Все ссылочки вы найдете в описании. Ну а мы начинаем! Идея выпуска доступных смартфонов OnePlus никуда не делась, что, собственно, совсем недавно подтвердил Пит Лао в своем заявлении. Компания в ближайшем будущем планирует вернуться к созданию более дешевых устройств, а также представить новые категории продуктов. Более никаких подробностей SEO-компании OnePlus не уточнил. Но можно предположить, что речь идет о OnePlus Z, который ранее в сети упоминали как OnePlus 8 Lite. Как видно из скриншотов, новинка имеет кодовый номер AC2003 и оснащена процессором Snapdragon, а объем оперативной памяти составляет внушительные 12 гигабайт. Вероятнее всего, речь идет о старшей версии с 256 гигабайтами встроенного накопителя и поддержкой работы в сетях пятого поколения. В однопоточном режиме смартфон набрал 612 баллов, а в многоядерном — 1955. Чипом, по информации инсайдеров, выступит Snapdragon 765G. Точно такой же процессор установлен в дизайнерском смартфоне LG Velvet и Motorola Edge. Его же, по слухам, должны установить и в еще не анонсированный смартфон Google Pixel 5. Диагональ дисплея смартфона составит 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц. В центре экрана нас ждет Infinity-O вырез под фронтальную камеру. Это, к слову, подтверждается недавними изображениями, на которых показано защитное стекло для будущей новинки и непосредственно сам смартфон в руках. Основная же камера будет состоять из трех сенсоров на 48, 16 и 12 мегапикселей. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 4000 мАч. По цене, как сообщалось несколько месяцев ранее ресурсам PhoneArena, новинка будет продаваться от 500 баксов за младшую версию. А вот представит доступную новинку уже совсем скоро, в июле 2020 года. О чем, собственно, недвусмысленно намекает утечка промо-изображения, опубликованная сайтом GeeseChina. В любом случае, тот факт, что компания помнит о своей аудитории и не отказывается от идей выпуска отличных смартфонов по доступной цене, не может не радовать. Смартфоны становятся все более и более дорогими, при этом не предлагая ничего нового. Осталось ждать недолго, и мы узнаем, чем нас сможет удивить компания OnePlus. А для вас у меня интересный вопрос для обсуждения. Как вы относитесь к идее выпуска более доступных версий смартфона? Нужно ли это на рынке? Или хватает того, что есть? OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Ваши мысли по этому поводу мы, как всегда, ждем в комментариях. Также не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео и оставаться в курсе всех самых интересных новостей из мира технологий. Вы были на канале Кэпипаста. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok